ну что ребят всем привет всем привет сегодня хотел рассказать немножечко немножечко о премиальной техники 8 уровня и именно хотел поговорить о двух маленьких практически самых маленьких наверно танках во всяком случае на восьмом уровне так точно лт скорее всего да ну получается на что и так представляю t92 и m90 как вы видите совершенно разные совершенно разные танки легкие но смотрите сегодня поговорим немножечко не только их о их внешнем виде но и посмотрим целым что они себя представляют характеристики их и сыграем на одном и на другом непосредственно сходим в бой и посмотрим на что они способны итак начнем пожалуй с т92 как мы видим этот танк ну раза в два или там в три даже не знаю но в 2 наверно точно раза больше во первых он шире во вторых он выше чем t90 это американский вид техники легкий но скажем так довольно качественный и довольно много приносит серебра нам в ангар то есть как фарма как фармера его конечно брать можно и в принципе этот фармер будет неплохой действительно он обладает очень хорошей динамикой на мой взгляд эта динамика лучше чем у 90 к хотя его от 92 ограниченная скорость в 60 километров в час и 25 километров в час в обратную сторону дальше что мы видим здесь давайте посмотрим состоит из четырех наш экипаж человек членов экипажа средний урон у нас 150 среднее бронепробитие 175 вы же понимаете да что это крайне невысокое не пробитие не урон но смотрите ребят среднее время перезарядки орудия 388 то есть это пулемет практически даже самая скорострельная у нас птшка которая раньше вот было 88 яхтигр до 88 то сейчас вот это просто бомба она реально переплюнула наша лтшка т-92 переплюнула по скорострельности одиночными снарядами не барабанами конечно одиночными снарядами переплюнула любую технику которая у нас есть естественно я говорю с восьмого уровня и так далее дальше что мы видим скорость поворота башни у нее достаточно быстро но сами потом увидите потому что я так полагаю в градусах ну это непонятно углы у вна получается углы вертикальной наводки получается минус 10 плюс 20 время сведения тоже у нас очень быстро 173 и даже при неполном сведении у нас непосредственно наш снаряд попадает в цель но практически всегда разброс на 100 метров 036 действительно очень меткое орудие если мне не нравится вот этот набалдаш ником как это сделан по-дурацки но другой альтернативы этому нет ну вот только так только так ребят средний урон в минуту у нее в целом одна две тысячи триста восемнадцать два раза больше чем у девяностика про живучесть можно не говорить но единственное что 1000 у нее прочности все остальное сами понимаете там миллиметры какие-то там 28 миллиметров там 31 миллиметров во лбу то есть это ни о чем абсолютно мобильность я уже упомянул удельная мощность единственную нее почти 35 лошадьих сил на тонну это достаточно много и достаточно комфортно на ней ездить даже если вы остановились то очень быстрое время машина набирает свою скорость практически с места со старта с продуктовки незаметность посмотрите у этой то у этой техники но тоже на высоте 41 и 97 процентов в стоячем положении в неподвижном и после выстрела у нас получается 982 и незаметно то же самое на практически 31 процент 32 процента практически в движении и при выстреле в движении 748 наблюдение у нее тоже довольно хорошее 543 уже сразу в базе практически в базе как вы видите у меня здесь стоит просветленная оптика и так мои рекомендации на эту технику это просветленная оптика маскировочная сеть и это досылатель также у меня здесь стоит не поймал это малый ремкоплект малая аптечка и автоматический огнетушитель это достаточно важный именно я имею ввиду про огнетушитель это очень важно когда вы не зацикливаетесь на том на какую кнопку он нажать для того чтобы осуществить скажем так пожаротушение давайте перейдем непосредственно уже ко второй технике нашей давайте посмотрим как я уже сказал она в два раза меньше и по высоте и по ширине и по длине то есть вообще чем хороша эта техника вроде бы как это совершенно разные виды техники да все таки этот какой-то маленький кстати хочу сказать что он скорость у него 70 километров в час но при этом у него в разные стороны то есть поворачивает разворачиваться во время движения он может с таким с трудом если вы знаете о чем я если у вас есть кофе он же то примерно вот так то есть на месте развернуться и быстренько рвануть и уехать с этого места пока арта сюда не насувало это целое дело итак ребят смотрите что у нас здесь получается значит внутри как экипажа внутри кабины у нас находятся три члена экипажа командир наводчик и механик водитель значит здесь у нас среднее бронепробитие 175 средний урон за выстрел 220 хочу сказать что здесь пушка тоже очень хорош в плане того что она барабанная то есть здесь у нас барабан на три снаряда ребят и это очень важно за барабан мы можем поймите ну грубо говоря там от 600 до 800 наверно точно можем и так дальше скорострельность у нас 543 углы вертикальной наводки минус 9 13 в принципе это ну достаточно неплохо достаточно неплохо потому что ну вот нам особо и не нужно стрелять здесь на это на что самый скажем так вернее прошу прощения а самый лучший фарм на этом танке это именно свет нам даже не нужно стрелять нам нужно просто светить и за это дает колоссальное количество денег серебра время сведения достаточно долгое 266 но разброс чуть получше если полностью вы свелись то разброс у нас гораздо как на одну сотую лучше чем на т-92 средний урон минуту 1 195 то есть вы видите что этот танк ну не для нагиба но вы знаете очень часто бывает такое что на этом танке я прихожу и когда смотрю статистику я нахожусь на самом верху и больше настреливаю чем любые там больше чем имели и все подобные там 430 или 416 этот танк несмотря ни на что он все равно свое берет прочность у него 900 мобильность него 70 километров час вперед 20 назад незаметность у него немножечко больше но на самом деле это незаметность она значительно в том что даже без сетки у нас уже 45 практически понимаете даже 45 практически если мы поставим сеточку то вот здесь вот цифры будет не 905 а будет 1101 это просто колоссально это максимум что можно вытянуть вообще из игры максимальные показатели по незаметность борщ нервно плачет плюется вот если посмотреть самую крутую пт-шку да по незаметности то она все равно у нас к сожалению курит хотя здесь у нее показатели 53 то есть стоящим положением мы сегодня не рассматриваем пт-шку поэтому извините вернемся к нашей лт то есть как вы видите здесь кстати тоже у нас стоит просветленка и 450 уже у нас набирается дальше ребят что рекомендую ставить рекомендую вентилятор просветленную оптику и стабилизатор ну и тот же самый комплект уже вот сюда в снаряжении то есть это малый компет малый ремкомплект малая аптечка и автоматически огнетушить ну и собственно говоря давайте попробуем посмотреть что у нас здесь есть или нет не здесь они у нас так как раз они у нас стоят посмотрим наглядно что у нас и как я не буду там ничего делать ну вот смотрите средний урон 220 150 здесь минимальное время прошу прощения среднее бронепробитие 175 показатели лучше даже у т-92 во многом это естественно здесь у нас вот барабанчик да получается дальше смотрим средний урон в минуту естественно в два раза больше у т-92 несмотря ни на что прочность тоже лучше у т-92 мобильность у нас ну я бы сказал что лучше у т-92 поверьте мне лучше здесь потому что ну по прямой но мы все не всегда ездим по прямой правда тем более если мы идем по прямой то как правило если враг если мы сматываемся от врага который в нас метится если вы будете просто идти прямо по вас настигнет конечно снаряд и вот даже здесь т-92 гораздо лучше почему-то незаметность но в любом случае лучше она в другом месте она у т-90 она все-таки получше и так ребят давайте попробуем попробуем пройти один бой ну нам самое главное что нам попался бы не город главный и давайте первым ну наверное давайте пойдем на его 90 давайте посмотрим что они из себя представляют эти боевые машины и первый у нас амx м90 в принципе хоть это и город да ребят но техника позволяет играть и на вот таких просторах то есть самое главное что здесь есть какая зеленка вот и какие-то вот в начале кусты у нас принципе рест рест хороший и мы можем нормально отсвечивать или засвечивать противника давайте посмотрим что мы здесь будем делать я постараюсь вот если мы вместо вот сюда подойти это у нас е7 е8 засветить и где-то там постараюсь остаться чтобы как-то подсвечивать а может быть и наносить какой-то урон давайте посмотрим просто по одному бою посмотрим на динамику посмотрим как нашу машину все видят и так далее поехали вы видите насколько у нее разгон такой слабенький правда мы идем уже почти 60 это практически максимальная скорость у м90 нет вот 92 прошу прощения немножко сложновато так вот и давайте смотреть нам кто-то зарядил из наших какой-то ну сами понимаете да что это за человек который бьет нам спину ну вот такие очень часто попадаются но ребят уж извините как есть так есть крайне мало адекватных игроков в этой игре но несмотря ни на что надо как бы понимать что все таки они есть и если вы попадаете в команду с адекватными игроками ребят считайте что вам повезло стараться нужно ведь как она очень сложно она крайне сложно становится разворачивается на месте просто катастрофа и нам нужно немножечко вот подъехать вот куда-то сюда подъехали и и стоим а для чего задом для того чтобы очень быстро смотаться назад случай чего за счет того что наш танк крайне маленький крайне маленький его довольно сложно заметить и ему очень легко удается прятаться в самых невероятных местах самых таких очень маленьких при маленьких кустиках итак вот мы видим асидисе идет он еще мы увидели 416 обратите внимание никто его не трогает на всякий случай уехал но посмотрите на сколько ему тяжело было уезжать даже после выстрела даже вот отсюда нас не увидели нас не засветили это действительно круто это действительно круто ребят давайте быстренько перезарядимся потому что она пока вроде как такая ситуация есть у нас для перезарядки и зарядка у нашего танка танка 28 секунд с какой-то вот небольшой с хвостиком да грубо говоря у нас кстати крайне мало ттшек поэтому возможно тут никого и нет на всякий случай давайте проверим я там смотрю я помню 416 был давайте попробуем уходим вот смотрите как сложно на нем уйти и вот еще один и все ребят мы мы не смогли даже ничего сделать просто ну можно было конечно ничего и не делать ни по кому не стрелять но как вы видите мы уже проигрываем поэтому надо было что-то делать и я настрелял полторы тысячи ну как тысячу сто пятьдесят вы видели насколько было крайне сложно повернуть на этом танке насколько вот сложно было наработать эту динамику чтобы убежать поэтому ну в этом плане там довольно сложный ребят в этом плане довольно сложный давайте посмотрим сколько же он зарабатывает у нас премиум аккаунтов да но вот и давайте не будем потому что долго ждать все таки давайте к следующему перейдем и после этого уже вернемся и посмотрим что к чему и посмотрим напоминаю тысячу сто пятьдесят четыре и по моему двести там или сколько мы насветили но посмотрим посмотрим окончание посмотрим и каждый для себя сделать вывод какой танк лучше итак берем т-92 вот такое он состояние и поехали давайте посмотрим главное чтобы попал т-92 не на город но здесь тоже хорошая карта именно для него давайте посмотрим мы практически в топе находимся танк у нас здесь явно побольше и не каждый кустик для него подойдет ребята сейчас мы на карте тихий берег к сожалению нет возможности залазить вот на тот пик который чуть чуть левее и выше в левом верхнем углу находится гора вот на том он на тот пик к сожалению мы залезть никак не можем не сможем а как бы было оттуда красиво вообще все видно какой шикарный вид бы открывался оттуда правда итак ребят вот таким образом выглядит т-92 и смотрите поехали каждые 3,8 секунды 3,9 секунды у нас идет перезарядка ребят это важно тоже такой он подсвечиваем правда подсвечивать некому к сожалению все хорошо было бы стать вот там в другом месте немножечко ну давайте посмотрим итак т-29 открылся очень 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 быстрая пушка про про же до 46 нет 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 надо нам уйти отсюда ни в коем случае нельзя попадать вот а а про же 46 ребят это серьезно обратите внимание как мы тут поворачиваем и как мы быстренько набираем скорость да опять раз и ушли башен башни у нас очень хорошо крутится мы даже башни можем в смысле задом можем ехать и будем себя чувствовать вполне комфортно и так я помню там у нас до парочку неприятных как вы видите да не хватает нам не всегда вернее смотрите нас подсветили непонятно откуда с какого-то расстояния здоровенного и неизвестно что нам здесь сделать если честно то есть но насветили мы уже 632 ребят это достаточно серьезно назад дважды стрелял по т29 и не попал ни разу про же это смотрю смотрит на меня прям так давайте посмотрим попробуем что то промазал то что я промазал это было крайне неприятно так 25 километров в час ну и там у нас про же . есть очень хорошая такая 46 танк очень хороший про же то 46 очень хороший если хотите ай-яй-яй-яй-яюшки нельзя так нельзя так делать конечно если хотите можно будет сделать гайд еще и по этому танку итак маневр маневренность непосредственно нашей т92 ну вы видите да очень хорошая итак ребят здесь есть проблема сейчас заберет она елки зеленые нам конечно помочь никто здесь не сможет ни в коем случае никогда ну потому что вот так вот да вот примерно так ребят 1400 мы настреляли да ну вот собственно говоря и 600 даже больше мы только что подсветили еще подсветили Т-29 да американский танк седьмого уровня по моему и соответственно на этом все на этом все ребят как то так у нас так получилось непонятно катались катались это называется во всяком случае у нас активный засвет то есть мы активно двигаемся и пытаемся засветить врага пытаемся его пробить но карта достаточно маленькая мест на самом деле для того чтобы нам скрывать свою технику мало постоянно наступают все поэтому у нас мы ощущаем проблему и к сожалению проблема еще в том что наши товарищи тоже сидят в основном вот здесь в основном на нашей базе это конечно проблематично в том числе итак ребят давайте будем досматривать уже вот этот наверное бой посмотрим что к чему и надо не забывать о том непонятно что он делает правда и нужно не забывать того что у нас сегодня на рассмотрении именно два танка два легких танка ЭВН-90 и Т-92 француз против американца какой же выбрать нам и как что кому лучше ну то есть мы посмотрели да что примерно за одно и то же время меня враги замочили то есть в принципе как в тот танк попадают так и в этот ВБР это дело такое итак смотрите зря едет сюда Юдис скорее всего может быть и не зря может быть у него какой-то план созрел Е25 как раз стоял сзади и навредил мне достаточно сильно кстати вот в этом бою я бы на его месте отошел бы назад все таки чуть-чуть чтобы угол ну собственно говоря он это и делает но надо бы побольше уйти вообще куда-то туда уже к нашим благо у Юдиса тоже скорость задом тоже очень крутая порядка наверное 50 км в час я точно не помню но знаю что 45 км в час скорость у стервы С1 ну вот вроде до него дошло что нужно сваливать непонятный товарищ если честно еще и в стенку упирается ну в общем не смотрит куда он едет абсолютно не смотрит да и наши товарищи тоже совсем не товарищи если честно итак он принял позу и конечно же получает 101 то есть вообще не следит за ситуацией товарищи кто он у нас 45% не мудрено ребят не мудрено 45% побед у него поэтому тут мы им проигрываем и наши товарищи и другие которые уже пошли сюда вместо того чтобы брать базу они непонятно зачем катаются и ну в общем тоже как бы команда команде рознь да ну давайте посмотрим хватит нам уже смотреть давайте посмотрим что там у нас заработал EVEN 90 давайте глянем и пока будем рассматривать этот бой уже закончится и мы посмотрим результаты боя уже на Т-92 давайте итак результаты боя по EVEN 90 у нас с вами следующие давайте EVEN 90 же да правильно правильно ой как нехорошие цифры если честно я привык к соточкам ну крайне часто бывает 100 тысяч 80 тысяч 130 тысяч ну а здесь получилось вот так итак смотрите получается 47 тысяч мы заработали 40 из которых чистыми мы положили с прем аккаунтом ребят если без прем аккаунта то это будет ну такая то есть при хорошей игре вы будете смело забирать 80 тысяч чистыми даже без голды дальше давайте смотреть командный бой в командном бою несмотря ни на что вот у нас 416 ничего не заработал 44 практически тоже 140 объект тоже то есть мы многих переплюнули и в этом плане этот танк конечно достойный 90 это и есть 90 вполне неплохо по нам стрельнуло как мы помним 50 облегченка всего мы получили за это 2000 серебра и получается 47 за бой вот таким вот образом дальше насветили мы здесь да 245 крайне мало мы насветили и 1349 всего урона нанесено было сделано 7 выстрелов и 7 выстрелов попало это хороший показатель получено пробитие 2 но это это собственно говоря не основное дальше ребят что хочу показать еще вот у нас здесь опыта надбавка за уровень прем машины дается всего 60 60 единиц опыта но за этот небольшой бой за такой вот очень слабенький бой мы заработали 597 опыта и всего у нас 657 опыта в целом получилось что еще можно рассказать ну наверное все да давайте посмотрим примерно одно и то же да единственное что на Т92 я удивлен почему такая низкая сумма ведь у нас там насвечено было полторы тысячи урона было на полторы тысячи конечно не совсем приятно но посмотрите опять же из даже с какими танками мы хотя особо тут танков то и не было Е25 ну все зависит от игроков да примерно один и тот же танк но показатели ну на 4000 больше ну я не считаю что это какой-то показатель как вы видите 1150 у нас за свет 1425 у нас получилось урона и в общем и целом в общем и целом нам дали вот такую сумму немного немного соглашусь ребят но при хорошей игре цифры здесь вполне красивы уверяю вас ребят тем более если вы еще включите задачи ваши ну и что я могу сказать я не могу выбрать среди этих двух танков именно тот танк который я бы предпочел больше другому на мой взгляд это совершенно два разных танка и каждый из них обладает своим индивидуальным геймплеем ребят и я лично приобрел их оба и очень доволен ими непосредственно Т92 я приобрел где-то года два назад а вот Event 90 я приобрел ну может месяца три назад с огромным удовольствием играю и на одном и на втором так что друзья если все таки вы что-то для себя вынесли из этого видео пожалуйста ставьте лайки подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчики и смотрите стримы которые выходят тоже каждый день на этом друзья мои все заканчиваю спасибо встретимся до новых встреч ребят пока я